Друзья, всем привет! Нахожусь в автосалоне Джили, вот собственно за моей спиной. Это авторынок Ждановича и вообще просто рынок Ждановича. Сегодня, ребят, первый день продаж такого паркетника, как Джили Кулурейд. Первый день. Есть уже комплектация, есть полное описание комплектаций, цена, самое главное это цена. Двигатель, к сожалению, только одной модификацией. Сейчас мы пройдем в автосалон, я вам, собственно, покажу уже более подробно. Пошли. Что касается Джили Кулурейд, есть две комплектации. В минимальной комплектации, ребят, в принципе, был я близок, когда в прошлом видео сказал, что ценник будет около 40 тысяч белорусских рублей. Ценник получается в минимальной комплектации от 40 тысяч 900 белорусских рублей и в максимальной комплектации 43 тысячи 900 белорусских рублей. По сути, комплектации их только две. Как я уже сказал, комплектации только две. Это комфорт, это минимальная комплектация за 40 тысяч 900 белорусских рублей. И флейкшип за 43 тысячи 900 белорусских рублей. Что касается двигателя, двигатель в любой комплектации будет только один. Это 1.5 турбовый мотор на 177 лошадиных сил. Кстати, что интересно, ребят, относительно неплохая динамика для данного автомобиля. Именно заявлено производителем, что до 100 километров он разгоняется за 7,9 секунд. Что, на мой взгляд, очень даже неплохо. Что касается представленного экземпляра, это автомобиль в максимальной комплектации 43 тысячи 900 белорусских рублей. Семиступенчатый робот стоит. Как я уже сказал, 1.5 турбо. Кстати, полноприводных версий просто-напросто не было. На самом деле, выглядит, на мой взгляд, он достаточно интересно. Понятное дело, что это другой класс. Если сравнивать с Gili, тем же Atlas. То есть, это самый маленький паркетник в линейке. Но чисто визуально, по дизайну, нравится он мне значительно больше, чем тот же Gili Atlas. Или тем более уж M Grand X7. Друзья, и также, что касается двигателя. Здесь установлен трехцилиндровый турбированный двигатель. То есть, всего лишь три цилиндра. Рядный двигатель. Друзья, что касается багажного отсека. Он здесь 300 литров. Подожди, покажи. Объем багажника составляет 300 литров. Такая вот пластиковая ниша. Здесь донкрат, ключ. Под этим вот пенопластом скрывается неполноразмерное запасное колесо. Но, кстати, вот эта вот вещь, ребят, сделана из пенопласта. Я думаю, недолговечно это все дело здесь будет. И достаточно быстро оно придет в негодность. Ребят, с подсветкой будет немножко лучше видно. Смотрите. Присутствует здесь розетка на 12 вольт в багажнике. Но, опять же, такое, на самом деле, спорное решение. Но я считаю, что все-таки это, наверное, неплохо. Ну и давайте, ребят, посмотрим вообще салон автомобиля данного. То есть, кожаный салон. Можно видеть, что панель приборов тоже обтянута в кожу. Ну, а если быть точнее, это, ребят, не натуральная, конечно же, кожа. Так как автомобиль все-таки бюджетного сегмента. Это кожезаменитель, как и абсолютно на всех бюджетниках. Друзья, интерьером и экстерьером автомобиля наслаждайтесь прямо сейчас. Продолжение следует...